В день всех влюбленных 14 февраля волейболистов Казанского Зенита ожидал заключительный гостевой матч группового этапа Лиги Чемпионов против немецкого Берлина. За два дня до матча в стане немецкой команды произошла смена тренера. Опытный румынский специалист Стилен Макулеску должен был помочь команде исправить турнирное положение. А поединок против казанцев стал дебютным для тренера, который в свою очередь выставил оптимальный стартовый состав. Арена волейбольного клуба Берлин носит имя легендарного немецкого боксера Макса Шмеллинга. При этом оранжевые формально не являются хозяевами данного стадиона, а чаще всего берут его в аренду на дни проведения матча. На сегодняшний день стадион вмещает 8,5 тысяч зрителей. Владимир Олегнов в этот вечер предоставил отдых Алексею Вербову и Артему Вольвичу, вместо которых появились Валентин Кротков в роли Либера, Самойленко и Гуцалюк на позиции центральных, а также Леон Андерсон и Михайлов Будько. Начало встречи остается за казанцами. Эйс от Гуцалюка и три переходящих после подач Михайлова создают комфортные плюс 5. Пулемет Максима реализовал 7 из 8 атак, а Леон 4 из 4. В самой концовке на площадке появился Лоран Олекно, который восстановился от повреждения, а зенитовцы довели партию до победы. 25-17. Как вы видите, сегодня верхние ярусы частично занавешены, и на матче присутствует 5300 человек. Но при этом только послушайте и почувствуйте эту атмосферу. Она действительно великолепна и отчасти счастливая для казанского зенита. Шикарный, шикарный зал, и хочется находиться, хочется играть. Немцы, их дисциплина и, скажем, организованность поддержки команды, для меня это мне нравится, возбуждает, скажем так. Приятная атмосфера, побольше бы таких игр, просто реально кайф. В принципе, когда вот такие игры, ты получаешь колоссальное удовольствие. Классно, когда столько болельщиков приходят, ощущаешь неким себя героем. Я понимаю футболистов, баскетболистов, которые в такой атмосфере все время хорошо болеют. Не то, что там против какой-то команды, а за хороший красивый волейбол, поэтому, конечно, приятно. Не без помощи дружных немецких болельщиков, которые действительно являются одними из лучших в Европе, Берлин держался вровень с казанцами до второго технического перерыва. Но несколько уверенных доигровок от Леона и Михайлова, которые атаковали практически безошибочно, вкупе с недочетами хозяев подвели итог сета 25-20. Выдержали концентрацию, на самом деле, хорошо подавали всю игру. Первые две партии, наверное, доволен, потому что, в принципе, не оставляли шансов, когда все получается, вот, когда, ну, давишь соперника, он не может ничего сделать. Фудкортов и точек питания на арене более чем предостаточно. При этом они богаты своим разнообразием. И не будем забывать, что мы в Германии. Поэтому здесь представлено около 10 разных сортов пива. Цена за пол-литра пенного составляет 4,5 евро. Но, вернув пластиковый стаканчик продавцам, вы получите назад 1 евро. На третий сет Владимир Олег на позицию диагонального выпустил Никиту Алексеева. Но не вместо Макса Михайлова, который перешел в доигровку, а вместо Вильфреда Леона. Если учесть, что Мэттью Андерсон в сборной играет на позиции диагонального, то у казанцев на площадке оказалось сразу три игрока этого амплуа. У нас отношения простые. Тренер сказал, что мы должны верить и доверять ему. Поэтому все максимали старались выложиться на той позиции, в которой играли. Конечно, доволен. Это как вариант. Такое тоже возможно быть. Макс должен понимать, как это может быть. На всякий случай. Зенитовцы ввели по ходу всей партии 2-3 очка. Но в самой концовке, буквально в двух расстановках, упустили инициативу. А вместе с ней и партию 23-25. Обычно с такими командами, когда их не дожимаешь, случаются проблемы. Проиграли там 2-3 очка подряд. И понятно, что команда при своих болельщиках, тем более их много было сегодня, поймала кураж. В такие игры нужно играть. И особенно хотелось, чтобы молодые сыграли их. Там Леон, наверное, Михайлов. Такой зал там не возбуждаю. Такие, как Лагран, Никита, Валя. Ну, Лагран там чуть-чуть не получилось у него, но Никита с Валей молодцы. У нас было 3-3-4 очка. И, как всегда, бывает немного где-то раскрябанность. Где-то я ошибся. Еще ошибка за ошибкой. И, скорее всего, наверное, уже подумали, что выиграли сет и немного раскрябанность. Любопытно, что на Макс Шмелин-Халле услуги гардероба стоят целых 2 евро. Но не менее любопытной точкой продаж является вот тот вот киоск, где продают беруши и наушники. Фаншоп волейбольного клуба Берлин выглядит примерно вот так. Всего одна точка продаж на всей арене. Но, поверьте, здесь действительно местные болельщики с удовольствием покупают символику, атрибутику и различные сувениры. Из того, что мы видим, кепки, значки, брелки, конечно же, игровую форму. Предметы для самых маленьких. Начиная от слюнявчиков, полотенчиков и маленьких сумочек. Четвертый сет казанцы начали тем же составом, что и третий. Зенитовцы суммарно допустили аж 25 ошибок на подаче. Тем самым лишь помогли берлинцам. Но своего в итоге не отдали. Уверенные атаки в концовке от Михайлова и Мэтью Андерсона, который стал самым результативным игроком матча, набрав 20 очков, и итоговые 25-23 в четвертом сете и 3-1 в матче. Хотел, чтобы дольше матч продолжался. Для игроков нет, конечно. Если бы я сказал, что Мэтью Андерсон злой на меня, закончить 3-0 и все. Но я думаю, что тот опыт, который получил Никита, Валя, Лоран, для них это важно. Сегодня Макс попробовали в качестве доигровщика. Мне дали опять шанс поиграть. Я очень благодарен. Более-менее, наверное, доволен своей игрой. Там определенные моменты не получалось. Но классная атмосфера. Я говорю, хорошо, что выиграли. В концовке четвертой партии, конечно, было немного неразбериха, но все на нашей стороне. То есть, если брать в целом, за счет третьего-четвертого, наверное, должны сделать выводы из этой игры. Потому что любой соперник будет против нас вот так кидаться, если им давать шансы, как мы дали в третьем сете. Одержав пятую победу, казанцы гарантировали себе первое место в группе. На утро после матча команда отправилась домой, где уже в субботу 17 февраля проведет очередной матч мужской суперлиги против Нижневартовской Югры Самотлор. Мы ждем вас в центре волейбола Санкт-Петербург 17 февраля в 17 часов по московскому времени. Субтитры создавал DimaTorzok КОП